всем привет с вами Дмитрий Гриценко и в этом видео в начале хочу сказать пару слов про последние новости которые связаны с войной и в частности с обстрелом сегодняшним Киева сегодня была очень массированная атака на Киев его атаковали дронами более 30 дронов 26 из них удалось сбить некоторые при этом достигли цели и эти дроны попали по опять-таки гражданскому населению попали по дому вот и часть людей в этом доме погибла в принципе про это все конечно же каждый день рассказывать с одной стороны не имеет смысл с другой стороны все равно это очень важное событие про которые не могу тоже не говорить трудно бы это все говорить уже тоже действительно ком-то по не устаешь это и видишь какую-то даже безысходность потому что те кто понял что война это плохо поняли это уже очень давно наверное в первый месяц может даже в первый день войны те кто за почти восемь месяцев ничего не понял глядя что-то поймут и дальше вот но тем не менее про такие события нужно обязательно говорить и поэтому то что я и ранее рассказывал что хотя бы периодически я буду тоже какие-то такие важные события безусловно что освещать здесь вот на фото и видео тоже последствия этого обстрела жилого дома киевского вот ну а сегодня хочу говорить про еще одну тоже очень важная тема мира шахмат это про читерство про читерство я уже говорил неоднократно и действительно на любом сайте будь это ческом какой-то другой сайт конечно же мы если играем довольно регулярно то попадаемся на читеров и это безусловно в общем-то неизбежный процесс то есть чем больше партии мы сыграем тем выше вероятность как раз такие читерство против нас ну а другое дело что принципе скажу свою статистику что где-то вот ну наверное один к стату что я ранее говорил тебя так и остается то есть из 100 человек один читер бывает даже не меньше бывает и больше ну то есть это не говорит что при какая-то повальная эпидемия читеров но тем не менее вероятность этого конечно же есть в данной партии покажу как у меня играл человек которого потом запонили в принципе данной партии скажу что какое-то что-то супер серьезное показывал тут скорее я играл не сильно прям классно это блок шлоу партия в repeat я вообще практически никогда не играл и не играю не планирует уже играть в интернете но здесь я участвовал на дивизионе на сайте ческом и в этих дивизионах в этих лигах если ты играешь в repeat что получаешь за победу 15 баллов из 903 ну и я как раз таки был дивизионе предпоследним чемпион хотел пойти в топ-1 поэтому в общем-то решил что поиграл в repeat поэтому часть партии играл в близ часть пропит вот ну и собственно за счет рапит я занял первое место и вышел в эту лику лику легенд и в итоге далее вот эта лига легенд зачем она хороша какие у нас есть преимущества это то что в этой лиге есть турниры призовые вот и самое главное что там кроме того что не призовые ты еще и можешь прикраться космейстерами турниры проходят каждую последнюю пятницу в любом месяце то есть последняя пятница октября но и в принципе планирую 28 октября если получаться то сыграть вот но сегодня покажу эту партию которая сыграл с человеком с таким вот ником не буду его считать довольно сложный ник вот и я так понимаю что у него подавали еще другие люди тоже жалобы потому что мы играли с ним уже давно то есть вот допустим партия со мной 6 октября довольно давно вот но у него очень много побед в принципе не удивительно ну вообще в целом новые книги конечно всегда вызывают большее подозрение к слову него 27 побед 1 ничья и не этого поражения то есть тоже это называют большие вопросы вот да поэтому я покажу эту партию то пошло и принципе честно скажу по этой партии я сказать что прям человек сто процентов 4 вот ну то есть да он играл хорошо но здесь в целом как бы не сказать что прямо то было точное четверство но тем не менее давайте посмотрим эту партию вот здесь по дебюту учился по интересного не было я быстро покажу дебют понятно что там можно выкачать сильнее чуть слабее ну главное что в общем-то позиция получилась примерно равная толка 4 ход тоже не обязательным не был можно было просто как-то основе 7 развиваться но в любом случае пока позиция остается примерно равной оценку видим сейчас около нуля вот но может быть тоже иначе можно было сыграть но опять-таки пока что остается полное равенство вот ну и здесь вот я был видимо не самый правильный план ну то есть я была какая у меня идея была сыграть b5 вот но компьютер план не одобряет я так понимаю что стоит как-то сыграть иначе ну какой ход стоило сделать сложно сказать здесь просто поменять сыграть пойти не могу так сказать эту позицию сильно подробно не смотрел но ладья b8 хоть и пишет компьютер что ошибка на самом деле ход-то вполне нормальный отход по крайней мере не приводит какие-то большим там проблемам потерям для черных вот вообще допустим 8 потом видимо идея культа 6 но опять же это довольно сложно для человека тихо ты не так уж и легко ладья просим принципе кто-то считает что вполне еще нормально ну вот дальше какая соперники 4 принципе ничего на такого ходе нету суперсложного вот в целом логичный так часто ну что ж бы 5 вот здесь все таки бы 5 наверное уже не стоило играть стоило забрать какие-то пешку на поле 4 что здесь бежок и предлагает хотя все равно очевидно что здесь все таки позиции белых поприятнее стоит более активно тем не менее после такой не 4 по 5 целом опять же таких каких-то больших проблем черных мы не видим до оценка плюс один но это вполне еще позиция сразу ничего не добиваются тем не менее после хода до 5 тоже пока непонятно что же это в общем-то для черных почему это не очень хорошо дело в том что здесь белые после размера на поле d5 делают очень точный ход в начале а.б. да это понятно точный ход будет здесь это f4 тот ход который я зернул в принципе ход тоже несложный но у меня какой расчет расчет был на то что я съем пешку на поле e5 допустим на конь d5 то что я считал если пешку на поле e5 мы просто поменялись и у нас примерно равно меньше да возможно минимальный перевес у белых будет но тем не менее позиция чисто визуально не нормальная вот но не заметила ход f4 не заметил скажу честно и после этого хода в данной позиции вот здесь после хода f4 я теряю пешку на поле b5 на поле d5 вернее потому что два нападения у него и у меня нет ни одной защиты ну что чтобы 7 сыграл нормальный ход далее последовала ладья а7 вот тоже меня удивило почему не сел пешку сразу ну хорошо допустим я играю ферд c5 ну тоже личный полнеход на плата где-то на ладью там предлагают герзей меняемся мы ферзями и он седает пешку на поле b5 оценка плюс 1 и 5 примерно давно плюс полтора это тоже еще целом далеко до победы далее было слона 8 ну идея напасть на коня пока просто и ладья а5 то есть тоже очень точный ход если конь ушел бы то там где-то пешка на конь b2 была под боем здесь конь остается и пешка на b2 соответственно не теряется ну что ж далее конь e4 тоже чисто визуально логичный ход но стоило сыграть иначе стоило сыграть конь b7 допустим от я куда-то уходит но судя от вас она точно это пишу что защитить потом это понимаю что можно под концы 5 минут с одной стороны белый здесь не даст возвращаться к ним вадим тюрьме назад да тут не даст на 5 я опять могут пойти кунду 6 ну опять же позиция все равно еще далеко это победы белых на приличный перевес но игра еще продолжала продолжалась бы но вот еще не точность от меня я собрал здесь не очень аккуратно кунде 4 хотя коня в центр поставить очень хочется но здесь уже оценка 5 таки возрастает и белые получают еще больший перевес последовало дядя 1 и просто логичный ход ну далее солнце 6 тоже как не секрет солнце 6 тоже логичный ход но опять таки еще одна не точность ну что ж смотрим дальше до конца партии уже осталось совсем мало ходов и так конь d4 услуга 7 тоже нормальный ход ну и просто отец и пешку да здесь опять же таки наверно все таки стоило в эту пешку вцепиться сыграть слона 8 я снова 7 не отдавать эту пешку сразу вот ну и в этой позиции тоже видим оценку плюс 3 тоже довольно неприятная позиция все-таки у меня фигуры пассивные и конечно же здесь проблемы в левом большие у черных я согласно до 7 отдал эту пешку и соперника просто съел конечно же сделал ну что ждали последовало солнце 6 просто сдался вот но позиция совсем-то совсем тяжелая это дело в том что под боем конь под боем пешка на поле c4 то есть черные теряют еще одну пешку ну и соответственно в самом простом варианте допустим в таком без целых в трех уже пешек остаются черные у белых активные фигуры ну и позиция в принципе если говорить по-честному она низкая безнадежно непонятно и какие контр шансы могут быть у черных тем не менее в принципе не скажу что как-то супер гениально эту партию галса бельный никаких прям каких-то таких очень сложных ходов он не делал но просто такая точная методичная была игра и просто это был перекат можно так сказать то есть никаких там компьютерных действий не заметил то есть просто игра сильного человека ну вот как казалось единственный человек от читера тем не менее в принципе если вы делали этому калу словно говоря человек уровня мастера спорта то вполне все эти ходы которые он делал в рапид особенно можно было найти но тем не менее опять же как видите читеры конечно же попадаются и на сайте ческом и на сайте или честного никуда наверно не денемся в эпоху интернета вот поэтому в любом случае надо хотя бы начинать себя играть самим честно ну ибо возможности все таки да стараться не играть с новыми никами потому что новые ники это всегда подозрение то что они могут быть нечестными то что эти игроки используют подсказки ну что ж играйте честно не обманывайте не используйте подсказки начинаете опять таки всегда себя и тогда соперники ваши тоже в основном будут играть нормально всем спасибо за просмотр и до встречи